Всем привет! В этом видео я расскажу как объединить два раздела жесткого диска SSD и USB флеш накопителя в один или как расширить один раздел за счет другого в операционной системе Windows. Как это сделать средствами операционной системы и с помощью сторонних программ. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если у вас вдруг возникла потребность увеличить системный или другой раздел диска, к примеру, один из разделов вашего диска заполнен настолько, что на нем уже нет места, у вас есть несколько вариантов решения этого вопроса, либо перенести информацию на другой диск, либо расширить нужный раздел за счет другого, если это возможно. Далее в видео я расскажу, как и какими средствами операционной системы это можно сделать, и о сторонних программах, с помощью которых можно объединить разделы без потери важных данных. Объединить два раздела носителей информации в один можно с помощью стандартной утилиты операционной системы Windows «Управление дисками». Найти ее можно, нажав правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбрав ее из списка, или правой кнопкой мыши «По этот компьютер», «Управление», «Управление дисками». В открывшемся окне вы увидите список всех ваших дисков, их размер, файловую систему и другие данные. Объединение двух разделов диска в один – несложная операция. Прежде нужно убедиться, что это разделы действительно одного жесткого диска. Как видите, у меня на компьютере установлено два отдельных диска, один из которых разбит на два раздела по 200 гигабайт. Вот эти два раздела я и смогу объединить или расширить один за счет второго. Разные жесткие диски в один объединить не удастся. Как видите, в таком случае функция «Расширить том» неактивна. Прежде чем приступать к объединению, нужно будет удалить существующий том диска, за счет которого мы будем расширять нужный нам раздел. Для этого нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите «Удалить том». В результате вы увидите окно с предупреждением о том, что удаление тома уничтожит все находящие на нем данные. Поэтому, если у вас на этом диске находится важная информация, скопируйте ее на другое устройство. О том, как восстановить случайно удаленные данные, смотрите в других видео нашего канала, ссылки в описании. Для соглашения выберите «Да». По завершению вы увидите раздел с нераспределенной областью. Теперь можно приступать к объединению. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по диску, который нужно расширить, и выберите «Расширить том». Далее. В следующем окне вы можете выбрать какой размер присоединений к диску. По умолчанию будет выбрано все возможное пространство, а в этой строке вы сможете его изменить. После нажмите «Далее» и готово. По завершении процесса вы увидите один диск с большим объемом или несколько, если вы указали неполный объем при объединении. На этом процесс объединения разделов диска завершен. Этот метод подойдет как для обычных жестких дисков, так и для SSD. Как разделить диск на разделы смотрите в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Также существует множество дополнительных программ, которые помогут вам это сделать даже без потери данных на дисках. Одной из таких программ можно выделить бесплатную утилиту AOMEI Partition Assistant, ссылка на нее будет в описании. С помощью этой программы вы сможете увеличить нужный вам диск за счет другого без потери данных. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши по диску, за счет которого будем увеличивать, в моем случае это диск G, и выбираем «Изменить размер раздела». Затем с левой стороны потяните бегунок на нужное пространство, которое будет присоединено в будущем к диску, который вам нужно расширить, и нажмите ОК. Затем нажмите правой кнопкой мыши по другому диску, который нужно расширить, у меня это диск H, «Изменить размер раздела». И в открывшемся окне потяните бегунок уже с правой стороны, полностью заполнив свободное пространство, затем ОК. Для начала процесса нажмите «Применить». По завершению вы увидите уведомление, что все операции были выполнены. Теперь проверим диски. Как видите, размер дисков изменился, а информация, которая находилась на них, сохранилась. В этой программе можно выполнить и полное слияние разделов одного диска без потери информации. Для этого нажмите правой кнопкой по одному из объединяемых разделов, желательно по тому, который будет основным при слиянии, тот, на котором будут сохранены все данные, а затем выберите пункт «Слияние разделов». Выберите все разделы, которые нужно объединить. Внизу будет указана буква раздела в результате слияния, а данные второго раздела будут находиться по такому пути. Далее нажмите ОК, а после «Применить». Если один из этих разделов является системным, потребуется перезагрузка компьютера, которая займет больше времени, чем обычно. По завершению процесса вы увидите, что разделы объединились в один, а данные, которые находились на втором разделе, сохранены на этом диске соответствующей буквой. Как видите, процедура довольно несложная, но если вы начинающий пользователь, а на дисках находятся какие-то важные данные, по возможности их рекомендуется скопировать на другое устройство, которое не будет задействовано в этом процессе. Все эти методы применимы как к обычному жесткому диску, так и SSD. Операции по объединению на Windows 10, 8 и 7 одинаковы. А если вы разбили на разделы USB Flash накопитель, как это сделать у нас на канале есть отдельное видео, ссылка в описании. И задаетесь вопросом, как вернуть все обратно? Запустите командную строку от имени администратора, а затем введите по порядку следующие команды. Disk Part, List Disk. После введения команды, нужно определить под каким номером находится наша флешка. В моем случае, это Disk 2. Теперь вводим команду Select Disk и номер нужного диска. Далее команду Clean. Все данные из флешки при этом будут удалены. Далее нужно будет просто зайти в управление дисками и разметить нашу флешку. Кликнул по ней правой кнопкой мыши и выбрал создать простой том. Вот и все. Флешка имеет один раздел с соответствующим ей размером. А на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.